Аплодисменты 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 прекрасной стихиры, постимся посту Трияна. На богослужения бедности Тихира звучит в понедельник первой семьи целевикого поста. То есть, по сути, свои пения бедности Тихира начинают с твоего богослужения. И что же мы слышим? К чему вызывает бедность? Постимся посту Трияна. А что значит Трияна? Ведь само слово «приятный» в нашем обиходе имеет оттенок наслаждения, удовольствия, легкости. Но напомним, что слово «приятный» является одновременным с глаголом «принять» или по-славянски «приять». То есть, «приятный» — это тот, кто принят. А есть и в контексте нашей беседы, в контексте нашей стихиры принят Господь. И поэтому, когда Церковь призывает нас поститься постом Трияна, она тем самым призывает нас, чтобы наш пост, наши молитвы, наша работа над собой, они были приняты Господь. Но тут же возникает вопрос. А что же нам сделать, чтобы наш пост был принят Господь? И ответ на этот вопрос мы вновь находим в эти же стихи. Здесь есть такие слова. «Истинный пост от порога уклонения, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословия, ложь и клятву бесконтрения. Вот ради чего мы будем. Вот в чем смысл и суть поста. Это очень важно, вместе с этим это и слово. По сути, свой пост это инструмент, это скальпы, с помощью которого мы отделяем от себя то, что с нами срослось, но не является нашим. Оно враждебное. Оно кнутеное. Это очень сложно, ведь, согласитесь, есть люди, которые поздравятся очень легко. Они готовы практически весь пост ничего не врушать, но поверьте, нет ни одного человека, которого преслежала благодарность и благотворка, и при этом не пролил кровь и поток в борьбе с собой. Точнее, не в борьбе с собой, а с темной и с другой стороной своего «я». очень часто нам сложно признаться, даже самим себе признаться, что внутри каждого из нас есть что-то, что вообще не схоже с жизнью по Христу, с самим Христом. Но это что-то настолько любимое, насколько приятное, настолько нравится, и даже когда мы это признаем, все равно не очень осталось. Мы каемся, мы плачем, но и с вами не днем, отходя у меня своего сердца, души, и говорим «не хочу». Такое чувство, что душа окована цепями, сетями, и только великим постом эти сети куда легче работают. В душе возникает ненависть к греху, ненависть к своему состоянию, рождается от тех трудов, из которых и станут весь мир и не будет. И вот в продолжении датьяны, следующее предсказание, которое исполнит наш лог, это Псалом номер 14. «Господи, кто обитает в следующем плане?» Слова этого Псалма мы слышим в четверг, на противный перед применением. Псалом очень маленький, всего лишь пять стеклов. Маленький, но очень емкий. По сути своей, это Псалом рассуждение о том, какими качествами должен обладать человек, чтобы он имел возможность жить с Богом, жить в Его Царстве, молиться и значит, что молитва он слышит. Итак, Псалом номер 214 «Господи, кто обитает в женище Твоя?» музыка Николая Хетка. «Господи, кто обитает в женище Твоя?» «Господи, кто обитает в женище Твою?» Слава Богу! 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Великий пост, велик во всем. В первый день великого поста чувствую себя немножко растерянным. Просто удивительно, как это так. Еще вчера я мог с утра не заткать, не обмекать. Вечером нас пора перекусить в утробродом и при этом не смыкывать никакого чувства в голову. Но вот наступает Валерий Кост. Первый день. Ты еще не обмекал. Это произойдет чуть ближе к Пасхе. Но с самого утра начинается в головной бране. Причем если сможешь устоять этот приступ в руку, то брань потом отойдет. И такое чувство, что тушить вообще не хотят. Так вот, брань и борьба – это главные условия поста. Вот эти посты и обмечаются под обычный период. Каждый поступок в посту влечет за собой следующий поступок. Грех влечет за собой вразумление, подвиг, новое испытание. И получается, что Великий пост – это марафон. Сорокодневный марафон. И в этом деле нам никак не пройтись без молитвы. Молитвы Великого Поста – это как голод Великого Поста. Каждое произнесенное Господи по милу Великому Посту звучит с особой силой. А вы скажете, а как же молиться? Если молитвы нет, нельзя с ним. И ответ на этот вопрос мы находим в том истабильном, который сейчас исполнит наш Бог. Молитву пролею-ка Господу, и тому возвещу печали свои. Яка золуша Моя исполнится, и живу Мои Папу приближись. И молюсь я, как не мог, а плит Божий меня возведет. Вот и ответ. Молись, как пророк не мог. А почему так пророк не мог? Почему не как Моисей? Почему не как Авраам? Почему не как Ной? Почему именно как пророк Иоанн? На том, что вам не стоит этого пророка. Заткаться, идти с пробоведью, жителями Неверия, пророк Иоанн был прокручен обломный рыб. В чреве которой он находился в 3 дня и 3 ночи. Вот теперь представьте его состояние. Он находится во чреве Кита. Разум говорит пророку, что тебе уже не спастись. Тебе уже не выйти отсюда. Не откуда ждать помощь, а вера рождается и приводит к рождению молитву пророка Иоанна. То есть, по сути своей, молитва пророка Иоанна, это конфликт между разумом и верой. Разум Иоанн и говорит, тебе нет спасения. Но когда замирает фраза, рождается вера, которая и происходит в молитву, которая приводит к спасению пророка. Поэтому в каких-то из вами ситуациях находились, обстоятельствах житейских, всегда должна вера, молиться с верой. Потому что молитва без веры, это не молитва. И все, кто ждал их вариантов этой молитвы, на мой взгляд, вот тот вариант, который исполнит наш фраза, является самым интересным. Почему? Потому что он образ. Сола, который исполнит отец Дмитрий, по сути своей, это голос пророка Иоанна в очевидении Кита. Это его мысль, это его переживание, это его чувство, это его обращение к Богу. А сейчас я вам предлагаю послушать хоровое исполнение этой молитвы. Молитвы пророка и просто музыка священника Бога Смыска. Солисты, хотя бы не веришь. Солисты, хотя бы не веришь. Солисты, хотя бы не веришь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Великий пост!» Это великий разрушитель. Можно составлять для себя такие угодно планы при начале Великого Поста. Можно в своей голове рисовать какие угодно благочестивые картинки того, как мы провели как Великий пост. Но наступает Великий пост, и все наши планы рушатся. Может быть, таким образом Господь желает спасти нас, чтобы мы не вознеслись до небес горды. Может быть, таким образом Господь желает, чтобы мы взывали к Нему Господи по миру, но взывали уже со слезами на глазах того Господа. Наш ум и наше сердце похожи чем-то на большие гостиницы. Здесь есть место для всех и для каждого. И за огромным количеством героев, фильмов, сериалов, книг, сплитов, болтовни, разговоров, всей суеты, к сожалению, не видно одинокой фигуре Христа. И вот поэтому на время Великого Поста мы стараемся ограничить доступ к своему сердцу, чему бы то ни было. На время Великого Поста наша сердечная гостиница забронирована имя Христом. Ему одному принадлежит наше сердце и наш ум. И для того, чтобы ограничить наше сердце от нежелательных постояльцев, необходимо положить дверь ограждения при очах и ушах наших, и хранении уста наших, чтобы не разлискать внутреннюю тишину. Следующий рестораник, который исполнит наш фор, это стихи Ронапута. Одной из главных проблем моих, почему у нас нет внимательной молитвы, это рассеянность на животное. Один из великих побеждений, как отца 19-го, начало 20-й вековстве, Габрадий Иоанн Каштаскин, в своих премиках написал о том, как во время свершения и божественной литургии, в самые сагновенные и единственные моменты литургии, он вдруг вспоминал о том, что у него дома остался кусочек яблочных ног, да? Он вспоминал о том, что он, скоро идут родят очередные ордены. И вот своим уникам он с сожалением описывает, описывает это как настоящую трагедию, потому что это разрушает, разрушает молитву, мешает молиться. И вот представьте, если так говорит святой, то что же надо сказать? Один из святых отцов сказал, что сердце молитвы – это внимательность. Если нет внимательности, сердце нет души молитвы. А что мы называем это вне души? Труд. То есть молитва без внимания – это труд. И вот поэтому исходяется и советую. Чтобы иметь премьерную, внимательную молитву, необходимо стоять на страже своего ума. Поэтому будем стараться это воплощать в жизнь, будем об этом помнить и будем внимательны к этой рекламе. Итак, следующая статья, это стихиром на утренней рассеянной музыке и Господи, музыка Николая Истаченко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 чудесных примеров, когда действительно человек получает прежде всего исцеление невидимое внутреннее, душевное, и в том числе и невидимое исцеление от своих болезней. Но вот здесь нужно помнить, что подателем этого исцеления, источником этого исцеления человека является прежде всего Господь. Он подател исцеления, а не ритмом. И вот об этом нужно всегда помнить, когда мы приступаем к любому исцелению разладной цели. И вот об этом наши следующие песнопения. На бодре болезни, музыка, палка, чистоту. На бодре болезни лежал, Звучка, палка, чистоту. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В этой прекрасной молитве, в которой, поверьте, очень много образов, я хотел бы обратить ваше внимание только на одно слово. Смирение. Господи, виждь мое смирение. Но разве можно так сказать по-настоящему смирению человеку? Господи, посмотри на мое смирение. Причем, какой принцип употребления этого слова посвящает и Евгений Христа в нашей практике церковной. Пример вечерних молитвах мы читали. «Очистим, Господи, сверенную мою душу от сердца, сверху, плоти и Евгений». А самым ярким примером является новозаветная цитата из Евангелия, когда встречается Пресвятая Богородица с праведной паном. И вот здесь Пресвятая Богородица говорит, «Ты вечер душа для Господа, я по презре на смирение родных своих». Но опять же, разве можно так смирение человеку сказать? Спасибо. Ведь смиренный человек наоборот скажет, что у меня нет смирения. И вот здесь мы должны понимать, что мы имеем дело не в полном корректном переводе. В Ветхом Завете было богословское слово, богословский термин аналим, который переводился в русский язык как «нищий». Нищий не в нашем понимании, который ходит в блокноте, питается всякими отбросами, отбросами, абсолютно. Нищий в понимании палчущих и жаждающих правд. Нищий в плане ничем. Мизер. Вот когда Господь произносит свою проповедь, на пробую проповедь, и когда нет вложений, палчущих и жаждающих правд, и так далее. Вот здесь он употребляет и так далее. Это термин богословский аналим. И поэтому, когда мы встречаем в этот момент в своей церковной практике, мы должны понимать, что на слове «смирение» мы подразумеваем человека, который жаждет Бога, палчущих и жаждающих Бога. И совсем по-русски читается эти отрывы. Например, «Господи, видишь мое смирение?» То есть, Господи, «посмотри мою малость, уведь мою ничемность, уведь мое желание, жажду на Тебе, очисти, Господи, смиренную мою душу, очисти, Господи, лечебную мою душу, очисти, Господи, душу желающую Тебе, величие душа, уведомляю Господи, уведомляю на смирение, то есть, на малость, незаметность, рабы смирение». Вот такое небольшое замечание, я думаю, что оно поможет нам совсем по-другому относиться к тем местам и в церковном богослужении, и в своей домашней битве, и, на мой взгляд, вот это замечание улучшит наше понимание всего богослужения, на нас с тобой. А теперь я предлагаю вам услышать само проходное исполнение этой молитвы. Итак, о том, поем о том доме, «Господи, вишь свое измерение, музыка, монатами, для них неизменно». Аминь. «Господи, вишь свое измерение». «Господи, вишь свое измерение». «Висше измерение». ПЕСНЯ 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 просветить и установить. И вот об этом наше последнее весновение, чертов твоим вижу спаси, музыка Александра Костарского соло Артема Мишкинича. Звучит песня. 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 Звучит песня.